...in which you've taken this work forward for us. I'm now going to open the general debate. And first of all, I've got Mrs. Dragon Kinka, please. Would you like to contribute? I'd like to thank Mrs. Dragon Kinka, please. 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 And I'd like to thank Mrs. Dragon Kinka, please. I'd like to thank Mrs. Dragon Kinka, please. В 2020 году мы для себя определили прежде всего такие задачи развития и укрепления в российских регионах независимого института детского омбудсмана. Я еще раз хочу сказать, что как будто бы много сейчас создано детских омбудсманов, но они находятся внутри исполнительной власти. Значит, позволю себе сказать, что это квази-омбудсманы. Надо добиться, чтобы все уполномоченные по правам, по защите прав ребенка стали независимыми, выбранными региональными парламентами и имели мандат, основанный прежде всего на региональном законе. Далее, присоединение каждого региона к единому телефону детскому, телефон доверия. Развитие глобальной инициативы детского фонда ООН, ЮНИСЕФ, города, доброжелательные к детям. Тоже Москва была первым городом. Сегодня 17 городов России стали участниками этой, на мой взгляд, блестящей инициативы. А также принятие мер к эффективному выполнению положений ГААКской конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 80-го года, к которой Россия присоединится в самое ближайшее время. Одним словом, сегодня мы стараемся руководствоваться рекомендациями Комитета Министров Совета Европы о правах детей, находящихся и в учреждениях опеки. Конечно, это большие, но убеждены реальные планы. И я пристально слежу за тем, что происходит нового в Европе у наших коллег. И, конечно, мы будем признательны за информацию и обмен удачными практиками защиты прав детей. А может быть, когда-то мы сможем конкретно этот вопрос рассмотреть отдельно здесь у нас на заседании. Благодарю за внимание. Спасибо, господин председатель. Уважаемые коллеги, если те немногочисленные гости нашей сессии внимательно будут слушать наши выступления, то сложится мнение, что основная проблема с правами человека лежит в плоскости реализации прав цыганского населения в Европе. На самом деле, это, конечно, не так. Рисков и причин для волнения в наших государствах, наверное, значительно больше. Очевидно, наряду с важными проблемами в реализации прав национальных меньшинств стоит та проблема, которая достаточно хорошо описана в наших изолюциях и решениях не только Совета Европы, но и других институтов европейской государственности. Речь идёт о национальных меньшинствах, русскоязычном населении, прибалтийских государствах. На сегодняшний день мы констатируем, что в ряде стран созданы анклавы некоренного населения, которые не интегрируют в систему национально-культурную, в систему того или иного государства. В то же время существует сотни тысяч граждан коренного населения, исконно проживающих на этих территориях, которые хотели бы, им надо сказать, всё же небольшую помощь с точки зрения правового регулирования их статуса, кооптироваться, интегрироваться в систему государств, о которых я говорю. Это очень важно, потому что это судьба сотен тысяч людей, это укрепление нашей европейской идентичности, это следование нашим идеалам прав человека и строительства гражданского общества. Очевидно, что существует масса примеров положительных решений. Если мы обратимся в историю, то выход Финляндии из шведского королевства сопровождался оформлением статуса государства языка той части национального меньшинства, около 6% шведского населения, которое успешно реализуется в этом нашем северном соседе. Очевидно, что в ряде других стран Советского Союза, как в Молдавии, в странах государств Кавказа, не существует, в общем-то, так остро, не так остро стоят проблемы русскоязычного населения. Дело в том, что проблема, очевидно, что проблема существует, она задекларирована нашими документами. Речь идет лишь о методической и постоянной помощи Совета Европы. Я говорю даже, видите, не давление, а помощи Совета Европы, ее институтов, национальным правительствам и государств в реализации намеченных планов. На сегодняшний день мы видим, что целый ряд позиций, с которыми согласились все участники этого действия, никак не сдвигаются с точки уже несколько лет. Предоставление права выбора на местном уровне реализовано не до конца. Есть проблемы с реализацией возможностей обучения на родном языке. Существует ряд других проблем. Вместе с этим, на мой взгляд, позиция Совета Европы и нашего Конгресса, в частности, должна быть более взвешенная и системная. Тем многочисленные мониторинговые доклады, которые мы проводим, они самоценны по себе, но они были бы еще важнее и нужнее нам, если мы бы определили календарный план реализации тех положений, которые отмечены в проблемах прав человека в этих государствах. И оказали бы, используя всю нашу опыт европейский, опыт работы институтов Совета Европы, опыт экспертного сообщества, в подготовке нормативно-правовой базы, правового регулирования и практического оказания содействия как правительствам, так и региональным и местным властям. Мы абсолютно уверены, что наши коллеги из Прибалтики, особенно на уровне муниципалитетов, региональных властей, глубоко понимают суть этой проблемы, во многом ее разделяют и давно уже не делят граждан и неграждан своих стран. Но неурегулированность на государственном уровне, невыполнение решений наших, в том числе, Конгресса, комиссий и резолюций, создают прецеденты, когда при всей не империативности, а диспозитивности норм наших решений к ним относятся, на мой взгляд, не всегда внимательно. Такое положение надо менять, и весь спектр работы по обеспечению прав человека на территории станции Совета Европы нужно выстраивать более системно, оценивая все эти проблемы по системе рейтинга. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... What remains of my views is that we discuss maybe a little bit too much of what other people should do on human rights and we should discuss maybe a bit more of what we can do ourselves on human rights. Besides monitoring our democracy charters I think human rights should be one of the flags of our Congress. It should be recognisable for the people we represent that human rights is taken serious. And I would like to have a discussion that we put each other, each of us, in a position that we also can act on human rights. This doesn't have to be worked out right now at this moment, but I'll give you some examples that could be done to help us to fulfil this role. For instance, it could be important to have an overview of the sentences of the European Court for Human Rights, those sentences that have implications for municipalities or regions. This would help us as members of the Congress, and at the same time it would improve the visibility of the court. These kind of things could also be proposed for the articles on the Charter of the Rights of Children. Relevant articles for municipalities or regions and most relevant sentences could be pulled together to enable the national delegations of the Congress to make use of them within their respective countries. And this should also be discussed in this Congress, because I also have the feeling that each of us uses its own definition of human rights within our own country. I have in the Netherlands, we have discussions, and we can be discussed on certain subjects that we do not do right. I agree fully with that. But we've heard the example of Turkey, we've heard other examples, and we see that each country has its own definition and feels that its own definition is the right definition. But we do not all use the same definition. This should be discussed here in the Congress, together with my other proposals. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much indeed, Mr. Fairbeck. Next, I have Mrs. Balochino. Please, the floor is yours. Thank you, Mr. President. And it would have been a pleasure if the Commissioner would have been able to stay here. But since he's going to Malta, it is an honour for us as well that he is going to be there. And actually, since he spoke also about solidarity, and there was one of our colleagues who was talking about illegal immigration, we hope that solidarity is not just lip service when it comes to what is happening in the Mediterranean. And especially, and I believe that this will be tackled even in the debate taking place later on during the day. And since the Commissioner as well spoke about gender equality, I would take the opportunity, maybe not speaking now, but maybe later on in the debate, about the woman at the shadow of war in the Mediterranean region. However, since the gender equality equation was brought up this morning, I'd like to talk about what is happening, what might be happening, and what we have been going through. I come from a generation where we found everything ready for us. The fight has been done, the fight for the vote, the fight for equal work, for equal value. However, I don't consider myself as coming from a minority group, but statistics show that women are still in a minority when it comes to employment. And at a time of an economic crisis, women are the most to suffer. When it comes to domestic violence, women are still the most to suffer. When it comes to opportunities, childcare facilities, we need them for the family. When it comes to the extension of maternity leave, as the debate has been going on at European Union level, and paternity leave, fathers have the right as well. So, having all this into context and what the Commissioner has been saying this morning, I'd like to propose that we have harmonization and not fragmentation of structures. I mean, what is being done at the Committee of the Regents' level can be harmonized with what the Congress might be doing. And also, we have to see that at a time of economic crisis, it is not just the financial means that we talk about, just we talk about, but that social policy is on top of our agenda, both at local, at regional, at national, and at European level. This should be the way forward if we really want to achieve gender equality, if we want to achieve the best for our families and our communities, and most of all, if we want really more than just lip service to human rights. Thank you very much. Thank you very much, indeed. We now move on to Mrs. Veneland. Please, the applause now is yours. Thank you, Mr. President, dear colleagues. This debate on human rights action in local and regional level is an important debate. It allows us to share best practice and also to share concerns we have related to how human rights are integrated in our daily work in local and regional authorities. Since I became a member of the Congress, I've learned a lot. And it has changed my way of working at home into always thinking if human rights are violated in any decisions taken. One of my greatest concerns at home in Norway is our political responsibility to fulfill the legal obligations towards children and to secure their rights. There are almost 50,000 children receiving assistance from the child welfare services, and that is an increase in 46% for the last 10 years. Eighty percent of these children receive assistance from municipal level. There has not been an increase in staff to meet these growing problems, and we need more foster homes, more good quality institutions, and improved conditions between services at different levels to improve earlier preventive action towards children at risk. Our problem in Norway is that we have 430 municipalities, with an average population of 11,000 inhabitants, and half of the municipalities have less than 5,000 inhabitants. So you can see that this is a problem with small offices, often with the staff of one person, in the municipal welfare services for children. Inter-municipality cooperation in the field is necessary, and it is increasing, but still it is difficult securing that human rights are not violated when it comes to those vulnerable children. 430 municipalities means 430 ways of handling child welfare services, and I'm afraid that don't give uniform practice and knowledge-based services. I guess there are other countries here that can relate to this problem. Our government is now evaluating the biological principle which forms the basis of Norwegian legislation in this field, and where the parents, rather than children, are protected by this principle. I am looking forward to see the result of their work, and I hope it will give us, working at local levels, better tools to ensure that all children are treated accordingly with the human rights and get adequate services from their municipalities. The children are our future. We cannot, as a society, tolerate that a growing rate of our children and youth at risk don't get the best start possible, and that maybe some of the human rights perspective is not withheld. I welcome any help and suggestions that anyone in the Council and the Congress have that can improve our work to secure human rights for this vulnerable group. Thank you very much indeed. Next on my list I have Mrs. Romanova. Please. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Если Украина с мая месяца будет главенствовать в Совете Европы, то я хочу вам сообщить, что сейчас идет очень серьезная подготовительная работа к совещанию европейских министров, которое должно осенью состояться. И одной из ключевых тем как раз будет вопрос о правах человека, который будет рассматриваться в том числе на этой конференции. И местные власти должны прилагать все усилия для того, чтобы 12 принципов доброго управления, которые по сути и есть тем практическим разрешением проблемы прав человека в каждой стране, применялись в каждом муниципалитете, в каждом регионе. Я бы хотела обратить внимание на то, что у нас на сегодня не сняты многие проблемы в Украине, но подход их как раз к их решению базируется на тех международных позициях, которые определяют права человека. Вот сейчас в связи с кризисом, когда мы обратились к Международному валютному фонду, был поставлен вопрос о проведении пенсионной реформы. У нас был наработан законопроект и президент на сегодня этот законопроект, в общем-то, остановил к тому, чтобы он вошел в парламент для того, чтобы провести широкое обсуждение со всем населением Украины, для того, чтобы действительно учесть позицию прав человека. Вы знаете, что Европейский суд по правам человека это серьезная инстанция и на сегодня со стороны Украины достаточно большое количество исков подано от граждан по суд исполнению. Именно на это у нас направлена проводимая на сегодня в Украине судебная реформа. Я бы хотела сказать, что на сегодня для нас важно определить, что роль Конгресса в том, чтобы правильно определить наши приоритеты. И мне бы хотелось обратить внимание, что при рассмотрении вопроса о событиях в Северной Африке мы так или иначе будем касаться вопроса мигрантов и миграции. При рассмотрении этого вопроса, важного для многих из нас, мы должны четко понимать, как между собой соотносятся и права мигрантов, и права населения страны. И я думаю, здесь важен обмен практиками. Сегодня наше заседание началось с минуты молчания, которая была посвящена пострадавшим в Японии. Страшная катастрофа постигла эту страну, но очень много здесь зависит от местных властей, чтобы правильно выйти из этой ситуации и организовать доброе управление. Поэтому Украина выступает с инициативой, чтобы на следующей сессии было произведено или круглый стол, или внесен этот вопрос в повестку дня о том, какие практики существуют в разных странах по преодолению опыта вот такой катастрофы, в том числе ядерной катастрофы, которая случилась в Японии и через которую прошла Украина. Мне кажется, что такой обмен, правильная синхронизация действий центральных и местных властей, правильная синхронизация действий Конгресса будут нам чрезвычайно полезны. Обращаясь еще раз ко всем коллегам, я могу сказать одно. Все мы тут понимаем, что более важного вопроса, чем права человека, не существует, и от того, насколько они будут соблюдаться, будут счастливы граждане в наших странах. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 . 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 Yes. Thank you very much indeed. Mr. Philippou. I think some of your suggestions about bringing cities together is one that certainly we as a Congress should be acting as a conduit to make happen. So we have now completed our debate and indeed we have completed the business set down for this morning. Can I just remind you colleagues that Mrs. Guy Doganalu is at one o'clock hosting a reception in the hemicycle to celebrate the opening of the photographic exhibition. Municipal unions in action and I think you're all welcome to that reception and the sitting is now suspended until 2.45pm. Thank you very much colleagues.